С каждым днем все меньше листьев остается на деревьях, и уже совсем скоро яркие цвета пропадут с нашего поля зрения. Но этого точно не произойдет на арт-территории. Мы ныряем в яркую палитру и начинаем. Много ли вы знаете женщин-художниц? Едва ли вы назовете троих? И с уверенностью в 99% я могу угадать первую. Это Фрида Кала. Я уверена, что я попала в точку. Именно она сегодня станет героиней нашего сюжета. Ее творчество яркое и болезненное одновременно. Как и почему она стала героиней на своих полотнах, мы сейчас с вами начнем разбираться. Итак, Магдалена Кармен Фрида Кальдерон родилась в далекой от нас Мексике, прожила всего полвека и оставила свой дневник на картинах, которые мы сейчас с вами будем читать. Слово «боль» еще с раннего детства Фриде было знакомо. Так в 6 лет она переболела полиэмилитом, отчего одна нога была короче и суше другой. Этот недуг она всячески старалась спрятать, одевая двойной чулок. Фрида – деревянная нога, так называли ее сверстники. Она любому мальчишке могла дать отпор, занималась спортом, плаванием и боксом и была очень смышленой, активной и дерзкой девочкой. Самое страшное произошло, когда Фрида была подростком. В автобус, в котором она ехала, врезался трамвай. Фрида очень сильно пострадала. Чья-то золотая краска рассыпалась на ее окровавленное тело, из которого торчал железный штырь. Ее тело было искорежено, переломан позвоночник в трех местах, ключица, таз и другие органы очень сильно пострадали. Нога была раздроблена и ступня тоже. Она целый год провела в гипсе с ног до головы, лежа в кровати. Меня спасло чудо, потому что по ночам в больнице вокруг моей кровати танцевала смерть. Жизнь после стала синонимом боли. Бесчисленные операции и страшные корсеты. Боль каждый день. Зачем нужны такие подробности? Чтобы вы поняли, как и почему родилась эта великая художница Фрида Калла, которая смогла найти в себе силы отразить свою жизнь в своем творчестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ее любимый отец придумал специальное приспособление – подрамник с зеркалом. С этого начинается ее путь исследования себя, где на картинах будет она, Фрида и ее история. Я пишу себя, потому что провожу наедине с собой больше времени и знаю себя лучше всего. А на следующей неделе мы с вами снова поговорим о Фриде, ее любви и картине «Сломанная колонна». До встречи!